Уроки в школе безопасности. В юбилейный 15-й раз муромские школьники преодолевали полосу препятствий. Все в рамках ежегодных соревнований. Как шла проверка на действия в чрезвычайных ситуациях, следила Юлия Казакова. Тренировались, чтобы пройти маршруты выживания. Поможет цели нам пройти взаимопонимание. 14 команд по 8 человек из всех школ города. У каждой не только своя форма, но и собственное приветствие. Есть где проявить креатив. А какой у нас дилист? А ну команда, отзовись. Фантазеры, активисты, неунывающие туристы. Далее необычный маршрут, который нужно преодолеть на скорость. В борьбе за заветные секунды ребятам приходилось действовать слаженно и четко. Ребята будут показывать свои знания по действиям в экстремальных ситуациях. Могу сказать, что не каждый из взрослых может похвастаться своими навыками в данных мероприятиях. Ребята молодцы. Командный дух, настрой в данных соревнованиях виден. Все готовы победить. Вязали узлы, проходили полосу препятствий, сдавали нормативы по подтягиванию прессу. Все на время и под строгим взглядом судей. Некоторые участники на старте уже не в первый раз. Но есть и новички, которые с волнением ждут своей очереди. Я участвую первый раз. Участвую потому, что мне нравится укреплять здоровье, выносливость. Готовились мы очень долго. Но я думаю, что у нас все получится. Шансы победы, во-первых, зависят от самой команды, от дружной команды, если друг друга поддерживать. И, естественно, от самого себя. Завтра школьников ждет второй этап школы безопасности. Им предстоит пройти пожарную эстафету и маршрут выживания. Лучшая команда представит Муром на уровне области. Но пока они уверенно демонстрируют свою ловкость и сноровку, проходя друг за другом проложенный маршрут. Вот так по спортивному весело. Муромские ребята прошли все этапы школы безопасности. Курс выживания сегодня был сдан на отлично. Юлия Казакова, Николай Младенов. Новости Муром.